всем привет друзья я стою в пробке и дальше в режиме влога мне хочется наговорить очередной к строительной каст с одной стороны уже хочется побыстрее с этой темой закончить и перейти к более интересным таким и сел ориентированным кастом тем более что я смотрю вот эти все строительные каст их никто не лайкает особо там никто не смотрит и никому не интересно поэтому выговориться мне хочется поэтому потерпите еще чуть-чуть скоро все это закончится сегодня хочу рассказать о том эта информация уже будет в косте про укладку фбс но сегодня хочу рассказать о том еще почему точнее вру не почему а как я заказывал фбс значит смотрите я уже опять же говорю да я про это расскажу в косте про укладку но повторюсь здесь значит смотрите конструктор допустил ну точнее и конструктор и ребята которые все это клали допустили несколько косяков давайте очень быстро про них поговорю во первых косяк я оставлю на него ссылку в описании когда рабочие не увидели высотные отметки они нас заглубили на полметра ниже то есть соответственно фундамент лег на полметра ниже и так как конструктор рассчитывал что верхний блок вылезет из земли получается что у нас верхний блок не вылезал он был тридцатка по высоте соответственно сразу задача менялась таким образом что нам на чертежах я это вот здесь наверно покажу нам пришлось весь бен верхний блок заменять на место тридцатки ставить 60 второе а это уже косяк конструктора зачем-то в некоторых местах наставляли блоков 1200 я сейчас объясню тут логистические темы хотя ну в общем так получилось давайте про логистику сейчас следующая дальше запулю вам в общем так получилось что нам выгоднее и лучше было их заменить на 2400 поэтому везде где лежали блоки 1200 да еще раз форм-фактор блоков там я не помню самый маленький то ли 900 то ли 600 простите не буду врать сейчас у меня нет под рукой информации ну как бы видите каст я без подготовки пишу если что поправьте в соответственно в комментариях точно помню что средний вариант блока мы говорим про блоки фобес форм-фактор это 1200 и длинный 2400 так вот конструктор во многих местах наложил блоки 1200 соответственно нам их пришлось заменить все то есть чертежи немножко мне пришлось лично переделать на 2400 почему теперь про логистику смотрите да конструктор точнее архитектор ему за это респект он старался по максимуму все что можно прогуглить какие производители там газоблоков плит и фбс есть в районе но вот к сожалению здесь он не до конца немножко вопрос проработал чуть-чуть не учел в общем смотрите есть завод апекс в чехове если ну давайте тоже в комментариях дам на него ссылку не считать за рекламу смотрите он делает это как бетонный узел то есть он делает бетон но они также льют фбс и но так как самые популярные фбс это 2400 вообще смотрите как люди делают кладут блоки они не вымеряют так чтобы блок лег идеально там один к одному то есть люди часто кладут блоки фбс так что например блок может торчать то есть вот вы положили а по длине например вам блоков не хватило люди не будут их долбить отбойными молотками они просто кладут так что из фундамента он торчит но как бы и хер с ним у нас конструктор все делал аккуратно чтобы блоки легли ровно из-за этого получились разные наборы блоков как бы разные там форм-факторы и соответственно так получилось что так как люди так не заморачиваются то в основном эти заводы такие простые льют только самые популярные 2400 также оговорюсь почему бы уж на и не брал ну потому что еще раз говорю лето того года когда мы строили 2017 было очень холодным и реально мы уже задолбались постоянно лили дожди и дороги были ужасные соответственно реально три теплых дня операция достаточно серьезная которая которые были вот именно в эти три теплых дня мы хотели положить блоки и соответственно у нас просто не было времени ездить там с манипулятором по кому-то искать эти блоки смотреть они там биты и не биты насколько они биты то есть на это не было просто времени поэтому мы и к тому же то что я нагуглил по деньгам получал что они не сильно дешевле а плюс на все это пришлось бы брать манипулятор кататься то есть это все геморрой поэтому смотрите как бы как получилась вот эта вся история мы решили что чих пых с ним про деньги кстати будет отдельный каст мы возьмем новые и еще раз говорю что так как простые заводы понимают что в основном берут 2400 люди они не заморачиваются и делают только их поэтому смотрите у нас чеховский завод делал блоки 2400 и по логистике до ценник у них дешевый 1000 рублей всего и по логистике получалось так что нам просто и проще их заказать в чехове но были еще блоки 1200 900 и в чехов их не было нам пришлось соответственно в подольске был крупный завод бывший государственный который лил вообще все там как их льют то есть опалубка стальная уже готова правильного форм-фактора соответственно заливают туда питон оставляет эти уши чтобы экрана можно было поднимать все там нет нет никого армирования но лаборатория там как пока с какой-то выборка эти блоки там проверяет то есть там годность там этого раствора и так далее и все значит там есть такая тема вот с которой мы потом столкнемся еще с газоблоками в чем геморрой короче говоря смотрите блоки эти блоки их как правило то есть заводы часто даже не имеют своего транспорта и как их отвозят то есть вы либо на самом заводе если завод это имеет либо вот в нашем случае пришлось бы у внешней какой-то автобазы брать длинномер то есть ну типа фуру только с открытым верхом грузить она берет очень много там этих блоков то есть соответственно фуры довести до примерно где-то в районе участка найти место где бы эту фуру можно было поставить такое карман такой туда подогнать уже значит вездеход манипулятор вездеход но обычно вот такого добра именно манипуляторов вездеходов очень много в основном все берут стараются брать именно манипулятор вездеходы поэтому это найти просто но этот манипулятор его херь в чем он такой он по дорогам общего пользования их стараются не гоняет то есть это вот это локально там что-то подвести потому что ну говорят он там средняя скорость у него километров извините я воды попью тяжело говорить в общем средняя скорость у него там километров 40 и куда-то ехать далеко это соответственно гемор в общем берется манипулятор вот такой вездеход и просто уже до дачи довозится и мы понимали что на по нам светит по нам плачет вот такая тема но мы в итоге решили как сделать мы подсчитали я заранее нашел там просто через интернет какой-то манипулятор позвонил сколько будет стоить надо из подольска манипулятором привести там две естки я заранее посмотрел какая грузоподъема с манипулятора мы посчитали что это будет короче в две естки можно уложиться сколько будет стоить привести там сразу скажу у нас было 100 блоков ну часть из них естественно из чехова часть из подольска а я спросил значит ценник мне сказал чувак там какой-то армянин 25 тысяч это когда в принципе чё получается примерно те же деньги что если бы мы брали фуру везли этой фуры отдельно брали манипулятор разгружали то есть на 5000 получается дешевле но это же надо блять но это же надо место найти для этой фуры то есть это тоже геморрой который с которым сталкиваться не очень хотел и мы решили что так будет проще в итоге мы приехали у чувака был новый манипулятор прям масс вот знаете новая модель последний ну то есть там вообще реально крутая тачками даже покататься на такой захотелось то есть сделали просто молодцы очень крутая тачка вот и соответственно он приехал у него там стрела 18 метров какая-то грузоподъемность там 20 тонн что ли бешеная то есть нормальная тачка она по трассе шпарит там офигеть мы приехали так сказать я быстренько освоил да как соответственно заказывали то есть я заранее приехал на этот завод поговорил там мне сказали что в принципе в письме напишите вот в саму лабораторию там или не в лабораторию в отдел маркетинга вот сколько вам нужно я приехал написал уже домой соответственно написал сколько нужно какой какому что каком какой-то дате их подготовили и я заранее позвонил там туда в этот отдел продаж и договорился что чтобы меня ну так сказать не развели как лоха потому что я же буду дергать манипулятор соответственно мне придется за пустой вы сплатить я договорился что я за день приеду и все эти блоки пересчитаю проверю чтобы было точно я проверил соответственно приехал мне показали блоки но прям каждый я не ходил вот это была моя глупость не ходил не проверял не пересчитал потому что в итоге меня развели то есть одного блока они не долили и мне пришлось как бы один блок делать брать чуть-чуть покоцанный но он там сбоку был скос ну ладно хрен с ним то есть один блок был немножко такой был но соответственно мне за него там скинули денег нормально повод за полцены вот да все отлично на следующий день я соответственно мы договорились я взял этого чувака они правда какие-то странные вот граждане представители таких вот республик наших бывших он почему-то стал названивать и задавать каких-то миллион каких-то вопросов по сто раз переспрашивать откуда куда поедем там то есть ну реально меня как-то это напугало то есть но я уже ему там и по карте все объяснил там и скинул адреса все там gps координаты там все что нужно нет он вот раз на 15 перезвонил задавал одни и те же какие-то странные вопросы но в итоге приехал молодой парень арам что ли вызвали я забыл армянин но там соответственно пара фгс пара фгс все дела заехали на территорию загрузились и все отвезли естественно участке нам повезло было жаркая такая теплая погода да у нас эти в снт так как все домики стоят такие знаете но люди там свои вкручивают и делают типа а-ля терема но естественно терема еще хуже контора заказывают то сразу хочу сказать что когда вот это все копалось когда ему привозили выставили кран когда мы соответственно привозили вот эти блоки собиралась ну просто я не знаю там на экскурсию к нам со всего снт ходили я себя честно какие-то герои мочи чувствовали ну хотя немножко стеснялся честно говоря этого смотрели потому что там никто такой не строит но зато при этом конечно сколько денег я слил на этот фундамент я вам расскажу за эти деньги я мог поставить просто там 200 метровую из бруса какую-нибудь хорому там заказать себе площадью там я не знаю 200 квадратов и она бы уже стояла реально это хорома бы уже стояла то есть конечно но опять же не без не есть какого качества которое естественно да я уже про это говорил какой дом выбрать естественно так как я сам быть дом из бруса собрать бы не мог то я не не смог бы проверить качество этого брусового дома и они суммы потому что я ничего в этом не понимаю я не смог бы проверить то есть если в плане а соответственно газоблоков и фундаментов блоков но для человека с инженерным образованием ну хотя бы примерно можно понять почитать где-то как то это понятнее вот мне то есть там качество раствора оценить вот укладка швы то есть все это понятно как то с деревом мне непонятно я не знаю эти технологии как-то они не лежат мне в душу изучать вот вот это вот гонопление какое-то как эти там мостики холода все так сказать от них избавляются то есть мне это вот непонятно я не не смог бы это проанализировать проинспектировать ну и соответственно что на выходе да они бы может не сделали дом там за миллион но не факт что это бы не разошлось просто вот эти долг бревна там я скидывал вам уже это видео вставлял не факт что это просто не разошлось бы там швами течайшими не разъехалась то есть поэтому да мог бы но надо ли да в общем приехал соответственно чувак сразу там собралась собралось так сказать полосанты но не полосант этом я как всегда утриру три бабки там соседних домов прибежала смотреть у боже что это да и наверно здесь кинул фоточку и соответственно мы все это разгрузили машина естественно села провалилась первый раз потому что она была по максимуму груженая но да чувак как как обычно как и все эти армяне он конечно поматерился там типа там еще дорогой там куда вы меня завезли вот сюда подержи на определенное конечно было но в итоге он больше честно говоря разглагольствовал потому что он даже без нашей помощи мы кинули ему там пару так как вот сосед уже к этому времени построил дом и весь участок был просто забросом отрезками досок каких-то там брусов и так далее и тому подобное мы им просто там дали там что пять этих там кусков брусов он их подложил под колеса и сам без проблем даже песка не кидали тут же выехал и вот и как раз мы получили первый опыт он как раз через на своем вот этом манипуляторе через линию электричество вот я первый раз посмотрел как это делается нам спокойно все это закидал положил мы специально все это клали естественно под кран таким образом чтобы во первых кран мог за их на участок и блоки жаль не абы как то есть они мы не мешали чтобы он сразу мог их выхватывать то есть чтобы они были не слишком кому близко к его месту стоянки и на территории нашего участка как бы да то есть другим прайс не загораживали но и при этом чтобы кран мог до них дотянуться и их положить собственно все на этом мне больше сказать как бы нечего в следующих кастах я уже расскажу про саму укладку расскажу про дренаж расскажу про гидроизоляцию про обратную засыпку это будет очень интересный каст ну и на этом собственно все история строительства заканчивается да к тому же уже и практически начинается сезон уже 2018 надеюсь в этом году тоже будут какие-то касты оставайтесь с нами до новых встреч жмите лайки репосты пока ребята